Всем привет! Все в курсе, что Ювенту ждут большие перемены. Первая уже наступила. Вместо жевателя фильтров на пост главного тренера поставили Андреа Пирло. В честь этого я решил сделать роскошную жизнь экс-футболиста. Так что жду от вас лайки, подписку и начинаю. Андреа завершил карьеру два года назад, в 2017 году. Перед этим отыграв еще два годика в МЛС. Ну а теперь настало время вернуться в Европу. В целом можно заметить, сейчас Тренд приглашает на тренерский пост достаточно молодых тренеров, которые были когда-то легендами клуба. Зидан, Сульшер, Лэмпорт, теперь вот Пирло. Им выдается огромный кредит доверия, как советам директоров, так и фанатами, поскольку еще недавно они очень достойно защищали цвета своих клубов. Андреа, кстати, один из тех игроков, который за карьеру успел поиграть и за Милан, и за Интер, и за Юве. Но фанаты всей Италии безмерно его уважают. За профессиональную карьеру Пирло провел 756 матчей, и его талант был признан еще в раннем возрасте. Однако за 22 года своей карьеры Хаббек накопил всего 50 миллионов евро. Это, на секундочку, достаточно мало для такого известного футболиста. Однако Андреа всегда славился своей скромностью, никогда не манипулировал своей важностью в клубе, а просто выполнял свою работу и выполнял ее на высоком уровне. Сейчас на посту главного тренера Юве его зарплата тоже достаточно скромная. Всего два игрока в Ювентусе получают меньше деньги. Например, зарплата Пинцольо всего 200 тысяч фунтов в год. И будем откровенны, многие об этом парне даже не слышали. Ведь в рамке за Юве в течение 6 лет он отстоял только 135 минут. Буфон получает 1,3 миллиона фунтов в год, а вот зарплата Пирло сопоставима с доходом Демирала 1,6 миллиона в год. Да, это большие деньги для рядового человека, но по футбольным меркам это пыль. Всего 31 тысяча в неделю. Ну а теперь ваш любимый интерактив. Сейчас на экране появится облик футболиста, а вы должны будете отгадать его за 3 секунды. В комментариях напишите имя, фамилию, а также клубы, за которые выступал этот футболист. Ну что, готовы? Погнали! А победителем видео «Роскошной жизни Алексея Миранчука» стали вот эти ребята. Там я загадал Лео Месси, игрока сборной Аргентины и испанской Барселоны. Победители, как вы понимаете, те, кто написали не только фамилию игрока, но и клубы или сборную, за которую он играет. Спасибо вам за внимательность, вы молодцы. Когда Андреа играл за Нью-Йорк-Сити, он жил, естественно, в США, но квартирку там не решился покупать. Спирло снял там красивую квартиру площадью 250 квадратных метров с шикарным видом из панорамных окон. Цена аренды тоже вполне приемлема. 30 тысяч долларов за один месяц проживания. Понятное дело, что сейчас он живет в Турине. По инстаграму видно, что с террасы этого жилища вид просто потрясный. Имеется классный дом и сад. А общая квадратура жилья с приусадебным участком составляет всего-то 800 квадратных метров. Этот домик обошелся ему в 5 миллионов евро. Ну вы и сами заметили, там есть за что платить такие бабки. Спирло очень и очень часто можно заметить на таких машинах марки Jeep. Потому что титульным спонсором Juventus уже много лет является эта марка автомобиля. Точнее 8 лет. Естественно, что когорту звезд титульный спонсора даривает тачками. Долгое время Андре можно было увидеть на классическом Jeep Grand Cherokee. Цена на который сейчас начинается от скромных 55 тысяч долларов. Также не черт ему и легендарный Jeep Wrangler, который выпускается уже более 30 лет. Цена на него сейчас от 50 тысяч долларов. Однако, как вы понимаете, это базовые комплектации. Теперь давайте расскажу о семье. Она у этого футбольного волшебника большая. С первой своей женой Перло познакомился еще в молодости. А свадьба состоялась в 2001 году. Его избранницу звали Деборро Верси. И она родила футболисту двоих детей. Никола в 2003 году и Анжелу в 2006. Ну а в 2014 идеальная семейная жизнь дала трещину. И Перло ушел к другой девушке по имени Валентина Балдини. И в 2017 году она родила футболисту близнецов Леонардо и Томазо. Перло и тут удалось объединить две семьи. И он частенько выкладывает в Инстаграм фотки со всеми четырьмя детьми. Перло сейчас как раз в том возрасте, когда самое время насладиться жизнью и встречаться со своими старыми друзьями. В его жизни нет тех физических нагрузок, как раньше. Нет очень строгой диеты и запретов на алкоголь. Можно и с друзьями встретиться на бокальчик второй. В числе друзей Андрея легендарный украинец Андрей Шевченко, с которым они вместе много лет играли за Милан. Андрей поздравил Перло с назначением в Юве вот таким вот олдскульным фото и трогательной подписью. Это фото значит многое для меня. Удачи, Андрея, в твоем первом новом приключении. Также в числе друзей и другая легенда Милана Пауло Мальдини. Парни также много лет защищали цвета Росанель. Безусловно, один из самых близких друзей Джиджи Буфон, с которым они вместе успели поиграть за Юве и сборную Италии. Ну а сейчас пришло время рассказать вам о самой большой страсти Перло. Нет, это не девушки, как вы могли подумать. Это виноделие. Бывший футболист действительно владеет виноградником на севере Италии. Там же он производит и продает собственное вино. Главное правило Андрея в виноделии никаких химических веществ. Виноградники не удобряются химией. В вино не попадают различные добавки и стабилизаторы. Респект. Это хобби нельзя назвать масштабным. Виноградник дает до 20 тысяч бутылок в год. И в масштабах рынка это даже не серьезно. Но для Перло деньги не главное. Главное получать удовольствие от любимого дела. Вот таким вот получился мой сегодняшний выпуск. Ставьте лайк, если вам понравился видос об Андрея Пирло. И не забывайте подписываться на мой канал. Вам не сложно, а мне приятно. С вами был Костя Фолстон. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok